Вас приветствует авторская команда игры Семейка Смит. Игры, в которой каждому ее участнику предстоит стать героем увлекательного детективного сюжета. История, которая собрала нас всех вместе, началась со смерти. Смерти Генри Смита. Миллионера, успевшего за свои 10 лет напакостить и разозлить всех, кто его окружал. Убийца среди вас. И у каждого из вас был свой мотив для преступления. Но перед тем, как начать поиски, давайте познакомимся поближе. Энтони Смит. Старший сын покойного. Алкоголик, тунеядец, завсегдаты игровых клубов. Дважды женат, дважды разведен. Видимо, жены не смогли делить супруга с бутылкой и любовницами. Детей нет. Пять лет назад отец доверяет Энтони руководить семейным бизнесом. Но достаточно быстро разочаровывается в этой затее. Компания теряет деньги, а Смиты репутацию в деловых кругах. Генри снимает Энтони с руководящего поста и лишает старшего сына финансовой независимости. Отныне каждая, даже самая незначительная сумма, выданная 40-летнему алкоголику, проходит личный контроль папаши. Мотив Энтони убить своего отца как раз и заключается в возможности самостоятельно распоряжаться деньгами. Дик Смит. Младший сын покойного. Занимает руководящий пост после того, как отец разочаровывается в старшем сыне. У руля семейного бизнеса до сих пор. Женат, двое детей. Обоих называет в чести по прихоти отца Генри старший и Генри младший. В семье Дика за мягкий характер называют тряпкой. И вина в этом во многом покойного. По сути, все соглашения, подписанные Диком, все решения, принятые Диком, все мысли, озвученные Диком, были продиктованы желанием и командами отца. Даже Дик не вспомнит, когда сделал самостоятельный шаг. Могло ли внутреннее недовольство сложившейся ситуации привести к убийству? Безусловно, могло. Летиция Смит, жена Дика. Даже общие дети и счастливые годы в браке по расчету у супругов свели родители не могут успокоить женщину. Она недовольна, что глава семьи постоянно влезает в их отношения. Порой Летиции кажется, что если бы у них с Диком родилась дочь, папаша и ее заставила бы назвать свою честь Генри. Попытки Летиции переехать из особняка Смитов, обзавестись собственным домиком у моря, креслом-качалкой и далматинцем у ног, не привели к положительным результатам. Тесть был против, а значит, против был и супруг. Избавиться от человека, вставляющего палки в колеса женского счастья, давняя и уже сбывшаяся надежда Летиции Смит. Жан-Жак Паттерсон. Друг покойного, отец Летиции. Давние друзья Жан-Жак и Генри прошли вместе огонь, воду и медные трубы. Вместе возводили свои финансовые империи, вместе воспитывали детей и даже свели последних в счастливую ячейку общества. Что могло поссорить давних друзей? За месяц до смерти Генри Жан-Жак узнает, что кто-то выкупил контрольный пакет акций его компании. Каково же было удивление, что за этим пройдохой оказался самый близкий друг. На справедливое Генри, как ты мог? В ответ Жан-Жак услышал. Дружба дружбой, а бизнес бизнесом. Примирение между ними так и не наступило. Сальма Смит. Вдова покойного. Красивая и сильная женщина, воспитавшая двух сыновей. Наряду с красотой и силой, третьей важной чертой характера Сальмы было терпение. Последние лет 15 супружеской жизни Сальма наблюдала, как муж ей изменял. В доме появлялись личные официантки, личные секретарши, личные бухгалтера, личные стюардессы. Им отводились комнаты в конце коридора, где проводил ночи Генри Смит. Видимо, обучая новый персонал, а зам бизнес планирования. Уйти не хватало воли, да и уходить особо было некуда. Если Сальма и убила своего супруга, то понять ее можно. Барбара Фриман, любовница покойного. Барбара появилась в доме несколько месяцев назад. Красивая и весьма не глупая. Поводов не влюбиться в нее просто не найти. Ну разве только один, из-за которого собравшиеся возненавидели прошмандовку. Так ее называет Сальма. За месяц до своей смерти Генри Смит составил новое завещание. Согласно которому все деньги и имущество достаются ей и только ей. Однако за неделю до смерти тот же Генри намекает семье, что подумывает о новых условиях завещания. Логично предположить, если Барбара хотела много денег, ей надо было избавиться от Генри до составления новой версии. Чудо таки произошло. Или это было не чудо? Людвиг Браус, дворецкий особняка Смитов. Человек, воспитавший и Энтони, и Дика. Людвига, пожалуй, как никого другого, возмутил факт о завещании, по которому все имущество и капитал доставались губастенькой. Так Барбару называл Энтони. Многие в доме слышали, как Людвиг повышал тон на Генри, обвиняя хозяина в несправедливости спонтанного решения, угрожал и требовал пересмотреть взгляды на наследство в пользу сыновей. Мог ли верный слуга пойти на преступление из-за чувства справедливости? Вполне. Пруденс Маршалл. Кухарка особняка Смитов. Королева штруделей и омлетов. Пруденс 30 лет проработала в этом доме. Когда и она, и Генри Смит были много моложе, между ними случился роман. Минут на 25. Следствием которого стала беременность Пруденс. Хозяин настоял на том, чтобы женщина сделала аборт. Подчинившись, Пруденс лишает себя впоследствии возможности иметь детей. Всю жизнь у кастрюлик без семейного счастья. Такого нужного и желанного. Винит в своих бедах Пруденс покойника. Эрик. Водитель семьи. Многие собравшихся знают о криминальном прошлом Эрика. Он исполнял грязные поручения своего хозяина. Был эдаким ручным киллером. Шаг влево, шаг вправо против воли Генри. В случае с Эриком были равносильны пожизненному заключению. Хозяин обещал сдать компромат на водителя, если тот что-то сделает не так. Безусловно, желание освободиться от диктата старого маразматика присутствовало в Эрике. Бетси Клазовски, сестра покойного. Бетси не виделась с братом 40 лет. Вину тому случая, произошедший в этом особняке давным-давно. Бетси влюбилась в садовника. И вопреки воле отца, не захотела с ним расставаться. Ее выгоняют из дома. Садовник бросает Бетси через месяц. А сама девушка находит приют в деревушке, где и воспитывает дочь. Наследство от вечной любви. В деревне старуху Бетси называют ведьмой. За странные обряды, которые она производит при полной луне. Бетси варит зелья, собирает травки в лесу и каждую ночь плачет в подушку. Да-да, все 40 лет, поэтому у нее такие круги под глазами. Все эти годы Бетси винит в бедах своего брата, который в решающий момент не заступился за нее. Месяц назад Генри находит ее и предлагает помириться. Бетси возвращается в особняк, брат умирает. Случайность не более того. Кэтрин Клазовский, племянница покойного, дочь Бетси. В особняк Бетси возвращается не одна. Вместе с ней приезжает нелюдимая девушка Кэтрин. Кэтрин была лишена роскоши и качественного образования, медицинской страховки и любовных отношений. Мама воспитывала Кэтрин в строгости. Как бы то ни было, но перед иконкой олененка в своей комнате Кэтрин клялась природным силам, что отомстит за каждую слезинку своей матери. В детском сознании отпечаталось имя дяди Генри. Один, а может быть несколько из вас, причастны к преступлению. Удачных поисков, господа! Не подведите дядюшку Смитта. Смитта.